Уральские авиалинии идут на посадку. Позади Санкт-Петербург, Екатеринбург, Владивосток. Последняя точка маршрута – Южно-Схалинск. Самолет проезжает по взлетно-посадочной полосе. По бокам стоят две пожарных машины. Они создают над фюзеляжем металлической птицы водяную арку. Новый маршрут станет хорошей альтернативой путешествующим между островом и материком. Период летних отпусков – это идеально. И сегодня стратегическая задача аэропорта и профильных министерств – создать все условия для того, чтобы у людей был больше выбор, было больше возможностей для путешествий. И билет на самолет с серебристым крылом – современный аэробас А320НЕО. Его пассажиры прилетели со всей страны. Да все хорошо. В рабочем порядке все. Приехали вам отдохнуть на рыбалочку, поговорить. Хотелось бы, чтобы кормили, напоили, но, к сожалению, нет. А так полет отлично прошел. Капитан корабля молодец. Все прошло супер. Спасибо большое. Откуда летел? В Владивосток. Ведет воздушное судно Алексей Аножкин. Это он открыл перед пассажирами первого рейса чудесные виды из иллюминатора. Атмосферу в салоне поддерживали вордпроводники. Для жителей вашего региона дает большие возможности путешествия по нашей стране. Владивосток, Екатеринбург, Санкт-Петербург. Пожалуйста. Красивые, крупные города. С хорошей погодой. Так что приезжайте к нам на Урал. Всегда будем рады. С настроением отличным, потому что рейс новый. Надеемся, что все-таки этот рейс пойдет, что пассажиры будут этим рейсом летать. Из Южно-Схалинска до Санкт-Петербурга в одну сторону можно будет улететь от 10 тысяч рублей. В Екатеринбург на 4 тысячи дешевле. В Владивосток стоимость билета и вовсе смехотворная. Кстати, билеты возвратные. До 31 мая 2023 года. Рейсы уральские авиалинии будут выполнять регулярно по средам и субботам. Обратно по вторникам и пятницам. Игорь Антипов, Павел Соловьев, телекомпания ОТВ.